Вы предлагаете некую волшебную таблетку. Но мы всегда выбираем одно и то же. Или подождите секундочку, не надо так сильно давить на человека, он, когда придет время, сам ему все расскажет. Параноики, они, как правило, очень точно чувствуют фальшу. Кто я еще могу быть, если не нарцисс? Мои любимые шизоиды, например. Вот махровый нарцисс я. Что вы вкладываете? Конфликта избежать, во-первых, можно не всегда, а во-вторых, не всегда это нужно. Здравствуйте, дорогие друзья. Снова медиа-канал Муир и я, Дмитрий Лукьянов. Исследуем, что же такое медицина. Что хотел отметить. В последнее время появляется достаточно много совершенно различных форм, форматов, сценариев и предложений образовательных курсов, наверное, так, которые говорят о публичном бренде врача. О способности врача строить свою карьеру. О его стоимости, в конце концов. И о том, что, в общем-то, лежит в основе всех вышеназванных элементов. Как строить коммуникацию. С пациентами, с коллегами, с руководством и так далее. Интересная, да, тема, большая тема, глубокая тема. Очень часто ее преподают люди, такие же врачи, которые просто делятся своим опытом. А мы, медиа-канал Муир и я, Дмитрий Лукьянов, решили пойти, скажем так, сделать ход конем. Вот отсюда. Сегодня мы пришли к человеку, который занимается, а вот чем он занимается, он нам сейчас расскажет сам. Итак, внимание, Алексей Антипов. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Я жму вашу руку. Приятно, что у нас пригласили. И вот вы наверняка уже обо всем догадались. По интерьеру. Расскажите, пожалуйста, Алексей, чтобы нашим зрителям было понятно, что о вас можно сказать. Я психотерапевт психоаналитический, я психоаналитик. И я, еще у меня это немножко странное для данного сочетания слов, третье слово, я игромеханик. Мы первые в России, точно в мире, скорее всего, нет, предоставляем образовательные услуги в рамках психотерапии, психологии с точки зрения обучения с помощью игр. Это последний тренд, это самый новый вид обучения, который сейчас существует в принципе в мире. И он позволяет достаточно быстро, достаточно глубоко учиться очень многим вещам. Я знаю, что это уже достаточно сильно развито, допустим, в российском бизнесе. У нас есть очень много программ. Погодите, погодите, давайте мы не будем сравнивать медицину с бизнесом, потому что не все врачи занимаются бизнесом. Нет, я в том плане, что в психотерапии именно мы первые, кто эту услугу предоставляет. Итак, вы в том числе предлагаете образовательную услугу, но чему может научиться врач, что он может в конце концов уметь делать, и как он это может использовать в своей непосредственной работе с пациентами, с коллегами, с руководством и так далее? Ну, логично, что игровое обучение, оно происходит за счет игр. Каждая игра чему-то учит. Соответственно, у нас есть достаточно много предложений по играм, которые обучают чему-то конкретному. Например, если вы начинающий врач, и вы учитесь в медицинском институте, важно уметь понимать и знать терминологию. Без нее очень тяжело воспринимать литературу, общаться с коллегами, слушать мэтров, слушать преподавателя, отвечать на экзамены. Все это дело достаточно тяжело. Если вы хорошо знаете терминологию, у вас все становится проще в разы. То есть вы предлагаете некую волшебную таблетку? Ну, это не волшебная таблетка, это игровая технология, которая позволяет в разы быстрее выучить медицинскую терминологию, или психологическую, или любую другую. Садятся люди. Подробнее потом, что еще? Итак, терминологию выучить можно? Терминология, допустим, для психотерапии важна структура пациента, для того, чтобы, когда ты общаешься с человеком, ты максимально быстро понял, кто перед тобой, имеет ли смысл с ним взаимодействовать, можете ли вы ему помочь или не можете. И как? Если можете, то каким способом, какую стратегию выбрать? Это очень важный момент для, допустим, врачей-психотерапевтов, хотя по большому счету это и в других областях жизни очень важный момент. Вы знаете, в одном из таких, видимо, образовательных курсов тоже, я обратил внимание, обсуждалась возможность любого врача, в том числе сидящего на регистратуре или при первом приеме, попытаться оценить своего пациента для того, чтобы научиться с ним или уметь найти те слова, которые ему помогут в данном случае. Там выделялись, в том числе, пациенты и более зрелые, бабушки, пенсионерки, у которых одна мотивация, и молодые, которые пришли совсем за другими вещами. Вот вы работаете с подобным набором потребностей. Да, мы можем научить вас быстро разбираться в людях, скажем так. У нас есть такая технология, мы и обладаем. Научить врачей. Кого угодно. Итак, наша главная целевая аудитория – это врачи, и поэтому давайте мы будем сейчас говорить. Ну, в медицине тоже есть и медсестры, и другие разные разновидности. Людей, которые в этом сегменте работают, и мы работаем для них. Давайте, я думаю, сейчас любой врач задаст вам самый главный вопрос, который имеет право задать. Ведь вы же, Алексей, не врач. Нет. Вы не медик. Нет, я специалист по образованию. Вы специалист по образованию, но при этом вы оказываете услуги той самой психотерапии. Да. Насколько врач профессиональный, который потратил 6 лет на медицинский вуз, потом ординатура, аспирантура и так далее, может вам доверять сейчас? Ну, смотрите, тут же вопрос компетенций. Вот человек, который всю свою жизнь, самые лучшие врачи-метры, они всю жизнь тратят на изучение очень узкого сегмента. Как сделать человека здоровым? На другие вещи у него нет возможности. Если этот человек в это же время будет изучать образование, то, соответственно, он часть своего ресурса, часть своего времени отпилит от своей компетенции в медицине. И он будет уже не таким крутым специалистом. Соответственно, у нас обратная тема. Да, как врач, соответственно, я не имею компетенции, у меня нет медицинского образования. Но я все свои силы трачу на образование. И я знаю, как людей учить тому, что им нужно знать. А именно саму компетенцию медицинскую мы, естественно, берем из книг. Я, в том числе, и практикующий психотерапевт. И я на примере своих пациентов понимаю, как работает психика человека. И в том числе, как работает образование в плане работы мозга. Восприятие пациента. Восприятие, психики, памяти. Чтобы то, что вы выучили у нас, вы это запомнили. Поэтому с точки зрения образования мы даем классную технологию. С точки зрения контента, контент не наш. Контент как раз мэтров. Мне даже интересно, часто ли вы находитесь по ту сторону, как говорится, психологического кресла. По ту сторону психологического кресла любой психоаналитический психотерапевт находится регулярно. Потому что у нас есть правило, этика наша, согласно которой мы всегда находимся в собственной терапии. То есть она у меня регулярно еженедельная. Еженедельная. Всю мою работу. Точно так же вас, так скажем, диагностируют. Конечно. Хорошо. Потому что я тоже живой человек, со мной может что-то произойти. И для того, чтобы я был максимально стабильным, чтобы я мог своей психикой помогать пациентам, есть другой психотерапевт, который за мной наблюдает. И делает, регистрирует, и если что-то не так, подправляет. Пока еще не поздно. Правильно ли я понимаю, что ваши технологии, мне это уже лично интересно. В целом, вообще психотехнологии, про которые игротехники и так далее, они могут создать в неком виде идеального человека. Супер эффективного, супер замотивированного, супер разбирающегося, супер недопускающего ошибок в своей жизни. К сожалению, нет. Это перфекционизм, такие люди не существуют. Не существует. Знаете, как для широкого круга людей, чтобы было понятно, разница между Илоном Маском, который реален, и его прототипом во вселенной Марвел, железным человеком. Вот железный человек, он идеальный. А реальный человек, он вот такой, со всеми недостатками. Да, мы можем улучшить человека. Мы можем сделать его жизнь комфортнее. Мы можем сделать его адаптивней. Мы можем научить его разбираться и использовать свой потенциал. Но сделать идеальным никто не может человека. В целом мы можем допустить наше общество, состоящее из людей, эффективных, с повышенным потенциалом. С тех пор, как появилась психология, даже не психотерапия, общество к этому идет, только идет достаточно медленно. Да, я заинтересовался, надо сказать. Я закрою последний вопрос, который может возникнуть у нашей врачебной аудитории. Вы сказали, что вы не врач, вы сказали, что у вас некое испрофессиональное образование. При этом, при всем, вот ваши замечательные режимы. Место работы рекламной агентства на Семи Холмах, руководитель отдела продаж, Московская энергетическая компания, руководитель отдела IT, Federal Video Group, игромеханик, BrainTech Game, разработчик обучающих игр, старший, эксперт, наставник, преподаватель сообщества психологов, доктор психо, то есть, то, собственно, где мы находимся. С чего вдруг, вот с чего вдруг от таких совершенно бизнесовых жизненных позиций, карьерных, я бы даже сказал, вы пришли к психотерапии? А тут вопрос не в позициях, тут вопрос в том, что все люди разные и по-разному смотрят на мир. Мне всегда это было интересно. Если вы посмотрите внимательно мое резюме, мне всегда были интересны коммуникации. Причем, начал я с взаимодействия человека с компьютером, но когда мне это стало неинтересно, я понял, что вот машина, она железяка, бездушная, и с ней, в принципе, набор функций ограничен, он никогда не меняется. А вот когда ты коммуницируешь с человеком, там все в разы сложнее, интереснее и по-другому. Я в какой-то момент перешел к интересу к этой коммуникации и просто искал себя в этом направлении. И наступил момент, когда я себя нашел. И для меня врачи, это тоже люди, всегда находящиеся на переднем крае. Мало того, я из семьи врачей, да, то есть я всегда жил, я всегда находился вот в этой, во всей атмосфере, в этой, во всей среде врачебной. Вот, у меня мама гинеколог, папа военный врач. Вот, поэтому могу сказать, что мне это все близко, мне это все, это все для меня свое родное. По вашему мнению, человек, который вырос с врачами, кто такой врач? Врач – это человек, который прежде всего помогает окружающим, когда у них есть какая-то боль. Я помню, что моя мама всегда по ночам бегала к соседкам, то у одной что-то случилось, то у другого ребенка что-то случилось. Всегда это было. И сейчас она уже на пенсии, она занимается тем же самым. Ей за это не платят деньги, она этим бегает, потому что она по-другому не может. И что вы вынесли из своего детства? Я вынес в своем детстве в том, что если ты выбираешь эту дорогу, ты будешь помогать людям не за деньги, но, с другой стороны, мне всегда хотелось сделать это хорошо. И, мало того, я понял, что я могу стремиться не только сам хорошо это делать, но помогать хорошо это делать другим. Слушайте, ну давайте попробуем сегодня без денег для всей нашей целевой аудитории рассказать, приоткрыть завесу ваших скиллов, навыков, опыта, а может быть даже поделиться с какими-то реальными, реальными действующими инструментами. А что рассказывают, давайте покажем. Сейчас, перед тем, как покажем, все-таки мы к этому придем. Смотрите, последний, наверное, вопрос, который будет про вас. У вас в социальных сетях написан крайне интересный статус. Вы объясните нам, что это означает. Нетрудно начать с чистого листа. Трудно изменить почерк. Я понимаю по-своему, я, в общем, благодарен вас, наверное, за такое образное выражение, то, что обычно говорят, вот ты, 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 ты. Что вы вкладываете? Люди живут по сценариям. Вот если взять отношения, допустим, какого-то мужчину с разными женщинами, и когда мы в терапии это разбираем, мы видим, что эти женщины, они все друг с другом похожи. Мы смотрим разные работы одного и того же человека, и мы видим, что между этими работами есть общее. Человек покупает себе по мере старения, продает и покупает новые автомобили. Я уверен, что у любого человека я найду 10 сходств автомобилей, которые он меняет. Мы все живем по сценариям. Мы периодически начинаем с чистого листа. Мы уходим из одних отношений, начинаем другие. Мы увольняемся с одной работы. Устраиваемся на вторую. Мы продаем одну машину, покупаем другую. Или дом, там, яхта, не важно. Но мы всегда выбираем одно и то же. В терапии мы позволяем разобраться, подходит ли нам то, что мы выбрали. Нужно ли нам именно это. И как выбирать то, что будет соответствовать именно вам. Ваш жизненный сценарий какой? Мой жизненный сценарий помогать людям. Помогать людям. Ну давайте, тогда мы начнем прямо сейчас помогать людям. Мы находимся в кабинете, где проходит, собственно, психотерапия, да, сессии? Да, здесь проходят психотерапевтические сессии. У нас есть инструмент, которым мы учим студентов участвовать именно в психотерапевтической сессии. В чем проблема? Когда я решил стать психотерапевтом и пошел учиться в ВУЗ, мне дали огромное количество теоретической информации. Показали, как работает другой человек за зеркалом Гизела. То есть, есть некий кабинет, где сидит пациент-аналитик. И мы через, ну, мы уже смотрели через камеру, а не через зеркало. И мы смотрим, что там происходит. Это видеть классно, я вижу, как работает другой человек, но это не то же самое, что мне работать самому. И у людей в этот момент, и у меня в том числе, появляется страх. А не наврежу ли я человеку? А не сделал ли я что-то не так? А не убежит ли он у меня отсюда со слезами и там не случится ли с ним что-то? Чтобы этот страх убрать и чтобы у людей появилось четко уверенность, что сделать, мы придумали классный инструмент. Мы кладем на кушетку актера, у которого есть роль, и он знает, какого человека он играет в данный момент. У нас есть моя коллега-психотерапевт, которая в данном случае играет саму себя психотерапевта. И есть студенты, которых мы сажаем, и дальше у нас начинается сеанс, в котором мы даем им поучаствовать. С одной стороны, у них появляется чувство безопасности, потому что это актер, с ним ничего не произойдет. Это роль не его, это не его история жизни. И второе, они уже начали работать сами. Соответственно, терапевт их контролирует. Она говорит, а вот смотрите, вы слышите, что сказал вам пациент? Вот тут нужно обратить вот на это, на это. Или подождите секундочку, не надо так сильно давить на человека, он, когда придет время, сам ему все расскажет. Вот, мы делаем вход в терапию безопасным и, самое главное, лишаем людей страха перед этим. Ну вот так нам сегодня повезло. Мы бесплатно совершенно с вашим предложением согласны. Начнем делиться наработками профессионального практикующего психолога. Итак, что это за инструментарь? Ну вот в данном случае у нас представлены здесь две игры. Вот это в серебристом чемоданчике, это игра в термины, как раз то, о чем я говорил немножко ранее. То есть игра, позволяющая быстро выучить терминологию, это игра по структурам личности. Игра, которая позволяет разобраться в том, что человек из себя представляет, как его можно характеризовать. Что у нас входит, ну, например, в игру по структурам личности? Да, расскажите, как это все работает и как это может использовать наш зритель? Как это все работает и как это может использовать наш зритель? Ну, игра у нас, соответственно, вот в таком вот чемоданчике. Здесь есть все необходимое для игры, соответственно... Слушайте, судя по всему, это азартная игра. Ну, все зависит от вашего отношения к жизни. Я как психотерапевт могу сказать, что вы человек либо азартный, либо нет. Если азартный для вас, сама жизнь азартна, то дело даже не в играх. Вот. Но игра не на деньги, если вы про это. То есть российским заказательствам она разрешена. Я понимаю, то есть во всех элементах, где есть эта игра, деньги никто никому не должен. Нет, никто не должен и, мало того, выигрывают все, потому что выиграв эту игру, вы подтверждаете, нарабатываете свои компетенции и дальше вы можете двигаться более быстро. Ну что ж, давайте я сейчас обращу особенное внимание, может быть, службы кадров, службы главного врача любой клиники, любой поликлиники, больницы и так далее. Посмотрите внимательно, как выглядит эта игра. По сути, я так понимаю, что она собрана из известных игр типа покер. Почему я это так делаю? Потому что у нас есть, смотрите, вот такие самые обычные фишки, которые... И поняв технологию, собственно, вы можете попробовать. А может быть в семьях, не знаю, как это. Ну, вообще, как игромеханик могу по секрету сказать, любая игра собрана из частей. Есть всего 38 игровых механик. Любая игра, она входит в одну из этих 38, либо объединяет некоторые из них. Поэтому все наши игры и не наши игры, если вы внимательно посмотрите, любая настольная игра, она имеет части других игр. Это всегда, это нормально. Значит, у нас есть правила этой игры, как они работают. Значит, в игре участвуют от 3 до 8 человек. У нас есть время, мы играем на время. У нас есть карточки. То есть, в данном случае игра идет по структурам личности, которые нам описал известный мировой психотерапевт Нэнси МакВильямс. И даже написал про это дело книжку, которая называется «Психоаналитическая диагностика». Значит, у нас есть описание психотипов из госпожи МакВильямс. У нас есть описание психотипа с точки зрения влечения аффекта темперамента. Это то, что знает любой психолог. У нас есть психотип с точки зрения паттернов отношений. У нас есть психотип с точки зрения нашего внутреннего «Я». И с точки зрения защитных и адаптационных механизмов. Соответственно, ведущий игрой открывает карточку с психотипом. Любую, какая им больше нравится. Сейчас я что-нибудь выберу. Вот эту давайте, я ее не видел. И рассказывает играющим. В их психологии преобладает проекция, отвержение проецируемого материала. Потребность таких людей справляться с болезненными чувствами путем проекции влечет за собой использование необычной степени отрицания и его близкого родственника реактивного образования. Любовь и стремление к близости для такого человека ощущается как невыносимо опасным. Если мы читали эту книжку или слушали лекцию, которая идет перед этой игрой, мы уже знаем, что эти все свойства характерны людям с параноидальной личностью. Параноидаль. Да. То есть параноики... Назовите здесь, пожалуйста, те направляющие. Вот конкретно, вот вы меня увидели, какие направляющие или признаки меня как пациента дадут вам возможность понять, сделать такой вывод? Вы имеете в виду маркера, которыми я... Да, да, потому что здесь вы прочитали... Внешний вид, манера разговора, манера поведения, ваш социальный статус и предикаты. Вот этого мне достаточно, чтобы сделать у вас вывод. Понятно. И вы сделали вывод, что перед вами параноидальный... Нет, я сделал вывод, что передо мной нарциссический... Нет, судя по... А, если по этой, то да? Да. И какие рекомендации вы можете дать впоследствии... Все зависит от того, в какой ситуации это происходит. Если это мой пациент, который пришел ко мне на диагностику, то первое, что я делаю, кроме этого психотипа, я еще смотрю уровень функционирования структуры человека. То есть насколько он психотический, либо пограничный, либо невротический. Если он, допустим, невротический, то я работаю, просто я понимаю, что этот человек не дружит с миром. Мир для него это место опасное. И для того, чтобы войти к нему в доверие, мне нужно достаточно много времени. Это ни одно занятие не дует, намного больше. Если это человек психотического спектра, то прежде чем с ним начать работать, я его отправлю на сианкопсихиатру. Вот вся та же самая история, вот сидит врач на приеме, и приходит пациент с подобными характеристиками. У него есть какая-то потребность, он наверняка эту потребность сейчас вылит. Осознанно, неосознанно, на врача. Как врачу принимать такого пациента? Ну, во-первых, первое, вы должны понимать, что он не будет вам доверять. И то, что вы ему, допустим, пропишите или скажете, он, скорее всего, 10 раз проверит в интернете, либо спросит у людей, которым он доверяет. Параноидальный тип личности. Параноидальный тип личности. Так, дальше. Это парадигма человека, для которого мир опасное место. Он никому не доверяет. Ему очень тяжело к нему попасть в доверие. И, соответственно, все его решения принимаются из страха определенного. Из страха, что за ним наблюдают, что ему хотят принести какой-то вред, что его хотят, возможно, обокрасить или у них. Итак, мы предполагаем, что пришел пациент, который предполагает, что врач его хочет обмануть, может быть, заработать на нем деньги. Мы все знаем, что очень часто такие пациенты встречаются. Их достаточно много сейчас. Очень много. Особенно сейчас, когда есть другие источники информации. Особенно последние два месяца, давайте. Последние два года. И что врач может сделать, чтобы этот пациент, из благих побуждений, естественно, чтобы этот пациент что-то вынес результативно из встречи? Ну, с таким пациентом надо, во-первых, разговаривать достаточно мягко. Во-вторых, нужно быть кристально честным. Потому что параноики, они, как правило, очень точно чувствуют фальш. У них в голове маячок, который настроен на опасность. Если вы не так бросите взгляд и не так скажете слово, он за это зацепится, он будет об этом думать. И он не будет делать то, что вы ему говорите. Он будет делать то, что он считает безопасным в данной ситуации. Вот с такими пациентами нужно быть максимально мягким. Если сравнивать, допустим, при тех же условиях, у нас нарцисс сидит, то совершенно другая реакция должна быть. Это люди, которые ценят престиж, которые ценят бренды, которым важно быть классными, крутыми. Иногда они не идут к врачу на лечение, потому что для них слишком мал ценник. Они считают, что человек за такую сумму не вылечит меня хорошо. Даже ничего не знанием другого. Поэтому для него важно другого. Если вы ему порекомендуете, допустим, более дорогой препарат, который известен или который считается крутым и пафосным, он это намного лучше купит, чем аспирин, который стоит 10 рублей. Кто я еще могу быть, если не нарцисс? Вы можете быть истероидным человеком, вы можете быть мои любимые шизоиды, например. Это люди, которые полностью закрыты. Знаете, человек, который живет в закрытой комнате и в мир смотрит через приоткрытую щелку двери. Они совершенно другие. Это люди, которые боятся, что их поглотят и никого в себя не пускают. У них жизнь не в страхе, в отличие от параноиков, а у них жизнь, они не здесь. У них есть свой внутренний мир, очень богатый, они живут в нем. А сюда они так, они здесь гости, они только заглядывают через щелочку. То есть, по сути, все писатели успешны. Нет, не обязательно. Очень часто, но не обязательно. Хорошо. Мы можем сделать с вами такой смелый эксперимент? Вот наши лидеры сейчас. И с той и с другой стороны. У нас три стороны, как минимум. Давайте я в целом расскажу немножко про лидеров. У нас лидеры сейчас в мире, как правило, двух типов есть. Первое – это нарциссы. Это люди, которые хотят иметь власть и всем ее показывать. И, к сожалению, это психопаты. Знаете, психопаты, мы живем в мире, в котором психопаты стали сбиваться в кучи. И делать коллаборации, соответственно, решать собственные задачи за счет всего остального населения. Мы видим это, причем это не только в нашей стране, много где в мире. Мы можем назвать фамилии? Фамилии кого вы хотите назвать? Психопатов и нарциссов. Ну, в принципе, можем. Почему нет? Вот наш любимый господин Байден. Да, мало того, что у него психопатическая, на мой взгляд, структура личности, у него еще и плюс, там есть пара достаточно серьезных расстройств. Возможно, деменция, я за это как бы не отвечаю. Но что-то такое… Но вы лично не знакомы, поэтому это только внешне. И то есть, с учетом большей информационной компании. Ну, это то, что я видел. Да, плюс, опять же, вы же понимаете, что ролики, которые нам показывают, их там режут, меняют, вставляют. Их записывают. Но то, что человек нездоров, допустим, любой человек из вашей аудитории, он с этим согласится. Если он не видел, он посмотрит и сразу поймет. Не имея психологического образования, это видно. Из более близких персон к нам. Из более близких персон к нам вы хотите… Ну, например, очень многие наши эстрадные звезды – нарциссы. Это люди, которые поедают наше внимание. Им важно наше восхищение. Без него они не могут жить, они без него рассыпаются. Ну, не знаю, господин Киркоров, например. Вот махровый нарцисс явный. Давайте вторую игру. Это что такое? Так, вторая игра. Это игра, которая обучает начинающих специалистов терминологии. Значит, из чего она состоит? Из фишек, которые они выигрывают, играя в эту игру. Опять же, это чаще всего для более начинающих специалистов? Это для тех, кто не знает термины. Если, допустим, вы были специалистом по терапии и вдруг решили стать психиатром, то психиатрические термины отличаются от психотерапевтических. И несмотря на то, что вы уже специалист психотерапии, в психиатрии вам их надо будет выучить. Или, допустим, другой момент, я решил стать сексологом. У сексологов свои термины. Соответственно, я беру и учусь термином сексологии с помощью этой игры. Давайте попробуем. Вот, значит, у нас есть карточки с терминами. У нас есть звоночек такой замечательный. И у нас есть фишки, которые мы награждаем сначала людей, а потом считаем, кто выиграл. Потому что любая игра подразумевает, что кто-то должен выиграть. Какую-то награду. Да, какую-то награду. Дальше. Прощупал награду, и ты уже, в общем, да. Мы берем, например, то есть ведущий, да, он читает термин. Способность сознательно обращать внимание на свои мысли, эмоции, поведение. Оценивать принятые решения и перспективы, да. Наши играющие товарищи, студенты, обучающиеся, интересующиеся, да, они пытаются понять, что это. Либо вспомнить, если они это заучили. Первый, кто это делает, он делает вот так. Вот. И дальше говорит, что это у нас, допустим, да, рефлексия. Рефлексия. Вот я бы не смог, я не догадался. Да. Я вижу, что вы, допустим, сказали термин рефлексия, вы правы, вы знаете. И я вам за это даю фишечку. Вот она как. В следующий раз другой студент назвал слово, получил фишечку. Тот, кто заработал больше фишечек, тот самый большой молодец. И самое главное, что еще месяц назад это было бы серьезной наградой, то сейчас это в два раза дешевле стоит. Знания всегда в цене. А мы вам даем знания, а не фишечки. Фишечки мы потом, к сожалению, назад забираем. Хорошо. Интересно. Это две вещи, которые врач, главный врач, преподаватель в УЗИ, я так понимаю, медицинская, может использовать для своей аудитории. А вот у нас есть хорошая история. Главный врач городской клинической больницы номер 52, Мария Анатольевна Лысенко, на базе своей клиники, в том числе, создает обучающий процесс для школьников, которые хотят освоить, что такое врачебная помощь. Они бывают везде, судя по интервью. Посмотрите интервью. Мария Анатольевна, безумно интересная, безумно полная, безумно конкретный разговор у нас состоялся. Соответственно, вот для этих молодых людей. Я даже предлагаю вам, уж коли вы дарите свой навык бесплатно, давайте, может быть, мы попробуем соединить вас. Почему нет? Тем более, что в чем прелесть школьников? У них психика максимально подвижная, они быстро учатся. То, на что у вас уйдет несколько игровых итераций, они будут учатся заодно. Итак, мы попробуем. Мы поговорим с клиникой, и, может быть, мы создадим этот некий такой благое дело. Прекрасно. Так, спасибо вам за такие игровые технологии. А вот если все-таки вернуться к моей, скажем, задаче как пациента, как происходит ваша работа, особенно при условии, что мы находимся, я так понимаю, в действующем психотерапевтическом пространстве. Как происходит терапия, вы имеете в виду? Да. Вот можем мы показать какой-то игровой момент. В зависимости от его уровня тревоги, он либо сидит на диване, либо лежит на диване. Потому что, с одной стороны, лежа легче расслабиться, и вы будете более свободно ассоциировать. Но, с другой стороны, не все переносят уровень тревоги, особенно на первых сессиях. Соответственно, терапевт сидит на моем месте, у него есть тетрадочка, вот, у него есть диагностическое интервью, и у него есть компетенции по работе с пациентами, да. И дальше идет сначала диагностирование, анкетирование, да, задаются вопросы там, как вас зовут, сколько вам лет, когда вы родились, где вы родились, в какой семье, полный, неполный, были ли у вас братья и сестры, да, там, какие события происходили. Ну, и дальше идет полностью разбор вашей истории. Исходя из этого разбора, мы намечаем основные точки, да, кризисы, которые у вас в жизни были, травмы, которые вы получили, что мы можем поправить, что мы не можем поправить, да. И также смотрим то, как вы живете сейчас, как это связано с тем, что произошло тогда. Как вы думаете, то, что меня действительно интересует, наша врачебная аудитория, наша педагогическая аудитория и еще несколько профессиональных сфер начинают свою жизнь профессиональную именно с того, что начинают обращаться друг к другу по имени-отчеству. Даже нянечка в детском саду уже, допустим, Маргарита Александровна, врач уже Сергей Викторович, предположим. Это является инструментарием, который также позволяет защитить себя, оказаться в безопасности? Или это просто дарь уважения? Нет, смотрите, мое мнение, что это немножко другая вещь. Вот мы живем в определенных социальных группах и подчиняемся их правилам, да. И две абсолютно одинаковые больницы в разных городах могут иметь абсолютно разные правила. Это знаете, как вот мы когда изучали в институте психоанализ, нам задали интересный вопрос. Мы все знаем, да, что есть людей, это ненормально, да, это очень плохо с точки зрения психики. А в обществе, где принято людоедство, является ли нормальным есть других людей? Вот здесь все то же самое. Если это противоречит правилам, которые приняты в том обществе, которое находится, которое создает среду в этом месте, то всегда будет конфликт. Если это нормально, что там все друг к другу так обращаются, то там конфликта не будет никогда. Простите, я тогда не могу не задать этот вопрос. То есть в том обществе, где есть нацизм, это нормально? Да. Если есть общество, которое состоит из нацистов, и мы рассматриваем индивида как одного из представителей общества, то есть он нацист, для данного общества он нормально. Как сделать так, чтобы не съели друг друга общество, в котором нормально нацизм, и общество, которое не приемлет нацизма? Вопрос в том, что конфликт между разными обществами всегда будет, и тут вопрос, это, наверное, более глобальный, он все-таки не к психотерапии, а к чему-то другому, как воспитывать так людей, чтобы нацизма в принципе не было. Но, к сожалению, на мой взгляд, развитие нашего общества идет сейчас прямо в противоположном направлении. Если 20 лет назад или 30-40 лет назад упоминание нацизма или кого-то называть нацистом было стыдно и страшно, то сейчас многие люди, какие-то там те же самые товарищи американцы, они заявляют прямо, что вы нацисты. То есть есть такая тема. Или там, чего уж далеко ходить, наши соседи из соседнего государства. Как сделать так? Вот я человек, живущий в этой стране, с этой социокультурной общностью, мои друзья живут на той стороне, с новой их социокультурной общностью, и у нас конфликты. Как сделать так, чтобы избежать конфликтов? Во-первых, конфликтов не надо избегать, конфликты для чего-то нужны. Как сделать, чтобы этого не было, это другой вопрос. И тут я считаю, что нужно подходить, изменить немножко. Дело в том, что общество создают люди, которые в нем живут. Эти люди когда-то были детьми. И они свою манеру поведения срисовали со своих родителей. Или с людей, которые были для них значимыми. Соответственно, будьте таким, как считается, как вы считаете было бы быть правильным здесь и сейчас. Если вы так будете жить, ваши дети будут намного ближе к этому. Мои дети будут еще ближе к этому. И однажды вся эта ерунда прекратится. Ну, как нужно, это кто решает? Вы. Вы считаете, вот есть мое мнение, я считаю, что нацизм недопустим по мере причин. Но это же всегда, в данном случае, с той стороны, это категорически противоречит тому самому Грегору. Да. Но это же противоречит. Да. Но на данном этапе конфликта не получится избежать. Конфликта избежать, во-первых, можно не всегда. А во-вторых, не всегда это нужно. Ну, мое мнение. Конфликты в некотором плане полезны. Почему? Конфликты всегда сопровождают конкуренцию. Если мы возьмем мир, посмотрим с другой парадигмой, как мужской и женский, мужской жизнь, мужской мир всегда обладал конкуренцией. Всегда. Было доисторическое общество. Мужики охотились на мамонта. Да. Кто принесет самый большой кусок, тот будет самым желанным гостем у себя около очага. Ну, или возьмет любую женщину. И возьмет любую женщину, возьмет себе лучшее место. И это всегда сопровождали конфликты, потому что каждый хочет утащить лучший кусок. Каждому по способности. Так вопрос в том, что быть лучшим, это иметь лучшие способности. И получить больше пирог. Получить больший кусок пирога. Есть люди, которые не хотят быть лучшими, но мы их успешно лечим. Ну, вот это и был Алексей Антипов, человек, который рассказал нам, как применить современную игромеханику и психотерапию в конкретной работе конкретного клинического учреждения, больницы, клиники и так далее. Алексей, спасибо вам. Вам спасибо, что вы навестили нас. Жму руку. От себя я добавлю, наверное, одну простую фразу. Что, на мой личный взгляд, как мы уже решили, нарцисса, слово «эмпатия» – это точно такой же тренд, придуманный кем-то. Потому что у нас есть хорошее слово «сопереживание». Знаете, в чем разница между эмпатией и сопереживанием? В том, что сопереживание предполагает действие. Действуйте, помогайте.